Я когда сам разговариваю, я себя не слышу. Проверяю на мощность. Проверка микрофона. Три, два, один. Раз, два, три. Это очень громко. В 2008 году зимой я потерял слух. Мама говорит, что это из-за болезни. А я думаю, что это из-за взрыва петарды. Учился я во многих школах. Меня постоянно переводили. Потом я поступил в техникум экономики и права. Там я учился три года. Потом оттуда перевелся в 50-й кодексе имени Пирогова. Там я три года учился. У меня получается среднее профессиональное образование. Спасибо. Я устраивался на работу на самом деле много раз. Меня не брали вообще. Устраивался, пытался устроить около пяти магазинов. И все время меня как-то пытались вежливо отшить. Можно сказать, да? Я им сразу рассказывал, что у меня проблемы с нарушением слуха. Но я трудолюбивый. Я могу работать, буду стараться. По-любому не получилось найти общий язык. Мама говорит, типа, занимайся чем-то, под чем-то. И мама сказала мне, давай, сестришкой занимайся. Она мне купила оборудование, технические вот эти вот, машинка, все такое. Я работал парикмахером. Работал около полгода. У меня все хорошо получалось. Потом в 2020 году, после карантина, после всего этого, когда уже люди свободно ходили, я переехал в Бишкек. В Бишкеке я тоже пытался найти себе работу. Много где. То же самое. Типа не могли взять по причине того, что я не слышал. Поехал на Дурдой. На Дурдой я работал уборщиком, парковщиком. И проработал где-то два года. Потом я устроился байером. И работал байером также. И вся эта коммуникация с людьми, она как-то дала мне толсток, что наоборот, нет ничего невозможного, все проблемы, это в нашей голове. Если найти грамотный подход к начальствам, то можно как-то устроиться на работу. И я в интернете знал как-то, что есть такая фирма, которая трудоустраивает людей с инвалидностью. Я устроился в технопарк. И за это время я уже освоил много навыков и стараюсь как бы что-то новое для себя познать. Вообще, если так сказать, эта работа полная противоположность меня, потому что для такой работы нужен человек с полноценным слухом. Раз, 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 два, три. Вот, нормально. На самом деле, эта работа то, что нужно мне для своих навыков, для восприятия звука. У меня мама, она постоянно мне говорила, чтобы я ни с кем себя не сравнивал, не смотрел на людей. Типа, живи полноценно. Она постоянно меня учила. Не обращай внимания, там, что говорят, у тебя хороший голос. Нет, ты хороший, хорошо слышишь. Ты, типа, не инвалид. Я такой же полноценный человек. Просто у меня немного есть эти нюансы. Я наговорил не обращать на них внимания. И вот, она постоянно мне говорила, иди работай, иди работай. Че сидишь? Типа, я стеснялся работать. Куда только меня не отправляло. Все, что у меня сейчас есть, мои знания, это все благодаря маме. Я заранее как бы объясняю нашим организаторам, которые записываются на мероприятия, что у меня проблемы со слухом. Если что, можете подойти, сказать, я все сделаю. И все проходит хорошо, на высшем уровне. Вот библиотека. Здесь я в основном провожу время, когда мне очень скучно. Читаю книги, чтобы как бы расширить кругозор. На самом деле я пишу книги. Я писатель. Я уже выпустил три романа в интернете. Хочу развить свои знания в области программирования. Пока что я однокамливаюсь с этим, со своей работой. Потом-то я работаю где-то полтора месяца.